Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию фермерства в Белоруссии. В Логойском районе глава государства посетил хозяйство Цинянские экопродукты. Это один из удачных примеров частного инвестирования. Фермерское хозяйство работает с прибылью и специализируется на выращивании картофеля и зерна по новым технологиям. Всего в стране более трех тысяч фермерских хозяйств. И за последние пять лет фермеры стали производить вдвое больше продукции. Александру Лукашенко также показали перспективную сельхозтехнику и сообщили, как проходит сбор урожая. С белорусских полей собрано уже около трети зерновых. Избирательная комиссия Беларуси получили более 260 пакетов документов о выдвижении кандидатов в новый состав парламента. То есть уже конкурс в среднем по республике составляет более двух человек на место. Глава Центразбиркома Лидия Ермошина не исключила, что в ближайшие дни эта цифра значительно возрастет, так как близится крайний срок подачи документов. Подвижение кандидатов в депутаты продлится до 1 августа, а проверка документов и регистрация до 11 числа включительно. Беларусь и Китай планируют создать Центр развития инновационных технологий в области индустриализации научно-технических достижений. Соглашение об этом стороны планируют подписать на следующей неделе в белорусской столице. 4-5 августа в Минске пройдет Белорусско-Китайский форум. На нем будет презентован инновационный и научно-технический потенциал Беларуси, в том числе перспективные проекты для совместной реализации.